Всем большой привет! Зовут меня Ольга и это видео посвящено пустым баночкам. На самом деле после первого видео о пустых баночках я уже снимала второе, но оно у меня снялось какими-то большими косяками, и я его не смогла ни смонтировать, ни выложить на сайт, ничего с ним не смогла сделать. Поэтому то количество пустых баночек, которое накопилось у меня сейчас, это уже за последний месяц. На самом деле до момента, когда я начала копить пустые баночки, чтобы снимать о них видео, я на самом деле не предполагала, какое количество всяких разнообразных продуктов, уходовых, декоративных и так далее у меня заканчивается практически каждый месяц полными пакетами. Я их собираю и потом снимаю видео. На самом деле я не ожидала, что такое большое количество. Ну так начнем. Начну с декоративной косметики, ее было немного, и в основном это пудровые продукты. Закончилась у меня пудра из серии Eye to Eye, пудра тонкая натура в оттенке 6206 светло-бежевый. Нравится мне эта пудра, нравятся пудровые продукты от Faberlic, об этом я уже неоднократно говорила, но единственный момент, в серии Eye to Eye мне очень не нравится упаковка. Мало того, что она вот сама вот эта вот толстая крышечка, не к селу, как говорится, не к городу, она толще, чем сам продукт. И самое главное, у меня вот эти крышечки очень любят вот так вот отваливаться, ломаться вот здесь вот у основания. Это случилось с этой пудрой, это случилось с пудрой темно-бежевой, это случилось с румянами, которые тоже закончились, по сути дела, благодаря тому, что сломалась крышечка, потому что у меня тут еще по округе оставалось, но так как крышечка сломана, я не могла их носить или держать в косметичке. Они у меня находились на столе отдельно, пока до них не добрался мой ребенок. И вот все, что осталось от этих румян. Я уже открыла новую упаковку, по которой покупала недавно. В общем, очень понравились мне эти румяна. У меня в оттенке 6204, это персиковый, по-моему, так он называется. Ношу их каждый день, и даже почему-то не хочется мне никакие другие румяна носить. Вот так вот понравился мне как-то этот оттенок, этот цвет. Единственное, что, конечно, не могу сказать, что они держатся в течение дня. Нет, они где-то на полдня, и потом приходится поправлять макияж, обновлять румяна. Но это уже мелочи. Ну и вот тоже случилось у меня то же самое с этой крышечкой. Думаю, что с тенями может случиться то же самое. Вот в этом плане эти продукты, этим я недовольна. Далее закончилась у меня пудра от Too Faced. Вот так вот она называется. Покупала я ее на ebay. Где-то год назад я ее, потому что экономила, использовала иногда ее как праймер. Она абсолютно белая, прозрачная, наподобие тех пудр, которые я показывала в корейской косметике. Вот так вот она выглядит. Вот она на руке. Я ее выпью. И вот. Она призвана сглаживать структуру кожи, скрывать поры. Ничего не маскирует, кроме пор. И очень легким, тонким, тонким слоем ложится на кожу. Не дает цвет, и невозможно с ней переборщить. То есть, если с корейскими пудрами переборщить, можно, и у вас будет лицо белое. Как будто бы белым мелом таким посыпано. С этой пудрой переборщить невозможно. Ее здесь было всего 2 грамма, но за счет своего мелкого-мелкого помола и очень-очень легкой такой текстуры, она у меня расходовалась довольно-таки долго. И даже там еще чуть-чуть есть. Я это дорасходую. Просто вот вам показать ее взяла. И также можно уже отнести к закончившимся продуктам. Это антивозрастная пудра взяла пера 6092. Такой вот у нее цвет. Вот ее чуть-чуть уже осталось. Все, что надо, эта пудра делает. Она и матирует, и частично скрывает недостатки. Ложится легкой вуалью, и ее не видно на коже. В общем, нравится. Буду покупать дальше и матирующую, и антивозрастную. Ну, что появится новое, буду пробовать новое. Далее закончился у меня практически уже до конца. Все, последний кусочек. Это карандаш от Etude House. Карандаш для бровей в оттенке. Не помню в ком оттенке. По-моему, коричнево-серый. Так вот он выглядит. Идеален для моих бровей. Мне он очень нравится. Наносится его, не видно. Брови выглядят натуральными. Идет с этой стороны у него кисточка. Поэтому сразу же накрасил, расчесал и пошел. Буду повторять еще. И закончилось у меня средство Faberlic Drop and Dry. Это сушка. Как я уже говорила, использую я ее не как сушку, а как последний этап маникюра для увлажнения кутикулы. Возможно, она и способствует сушке. Но как отдельно сушку, я ее пробовала использовать. Не понравилось мне, с какой скоростью она сушит лак. Поэтому использую ее для кутикулы. И вот то, о чем я говорила, также вот там еще чуть-чуть осталось. Но вот это вот чуть-чуть уже никак не достать, кроме как открыть крышечку и просто вот так вот вылить на ногти. Вот, поэтому... Или перелить это просто в новую баночку. Это были продукты декоративной косметики. Сейчас пойдут уходовые продукты. Их тоже накопилась большая гора. Поэтому будем по-быстрому. Попробовала я маску от Faberlic Expert увлажнение. Увлажняющая маска. Мне она понравилась. Единственное, что возможно, стоит пересмотреть количество маски здесь для одного использования. Мне кажется, ее очень много. Первый раз я сделала, я ее развела. У меня получилась такая достаточно большая чашка. Можно обмазать все тело. Несмотря на то, что там 50-60 мл воды. 50-60 мл воды у меня получилась слишком густая консистенция и очень быстро высыхающая. То есть не успеваешь ее нанести на лицо, она уже застывает прямо в тарелке. Вот. А чуть больше воды получается много. И уже жалко поставшуюся маску куда-то выбрасывать. Возможно, стоит пересмотреть количество грамм. То есть здесь 20 грамм упаковки. Можно сделать 2 пакетика по 10 грамм. В общем, хорошая. Мне понравилась очень маска. После нее мне не надо было, не требовался увлажняющий крем. Кожа была напитанная, как будто подтянутая, но не сухая подтянутая. Вот именно увлажненная. В общем, понравился мне эффект. Я взяла еще. Буду делать еще. Далее также для лица. Для лица закончился у меня два крема серии Вербена. Это летний вариант, уже весенний-летний вариант, который у них вышел новинки. Мне эти крема понравились, но так как заканчивала я их уже летом, в жаркую погоду могу сказать, что для лета эти крема для меня оказались тяжеловатыми. И кожа у меня себя плохо уже чувствовала, когда я допользовала эти крема. На весну, весной, когда я начала пользоваться, вот с апреля месяца, в апреле-майе, когда было холодно, эти крема шли мне идеально. Вот даже от ночного крема я реально чувствовала какой-то эффект лифтинга. То есть, когда наносишь его на лицо, кожа чувствуется, как будто бы она подтягивается, но она подтягивается не от сухости, как бы стягивается, а вот именно она увлажненная, она напитанная, но она вот как будто бы подтяжка какая-то. Не знаю, как объяснить, но вот этот эффект мне нравился. Я, скорее всего, буду повторять их осенью, возможно, буду зимой, но для лета они не очень хороши, мне не понравилось им пользоваться летом. Сейчас летом я пользуюсь из серии фитокислород, зелененькие крема для дневной и ночной, дневной и ночной, для жирной кожи. Вообще идеально, мне очень нравится. И также дополняю уход из серии Янг, матирующий крем утром. Иногда им пользуюсь, тоже замечательно. Большего и не надо. Я убрала все сыворотки, все дополнительные какие-то уходовые, увлажняющие, питающие, потому что не хочу перегружать кожу, иначе она начинает закупориваться и плохо себя вести. Закончился у меня для душа ароматная земляника. Очень люблю эту серию, особенно люблю спелую смородину. Ароматная земляника мне также понравилась. Вкусно пахнет земляникой, не чувствую ничего химичного. Буду, конечно, когда будут акции с этими средствами, я обязательно буду брать еще в запасник куда-нибудь, потому что хорошие. Что еще? Закончились у меня два бальзама. Бальзам из серии BioArctic. Это с экстрактом клюквы кудесницы, с экстрактом медовой морожки. Постоянно беру их тоже, когда идет скидка, там они 69 рублей. Они у меня стоят. Они хороши для ежедневного использования, для постоянного использования. Но какого-то вот... Я не могу сказать, что вот этот мне подошел, а вот этот мне не подошел. Я уже говорила, что не вижу разницы между этими шампунями, между этими бальзамами. Возможно, кто-то видит. Я разницы не вижу. Поэтому я беру все подряд, которые идут со скидкой, и ими пользуюсь. И все хорошо и довольно. Закончился у меня кондиционер еще из... Это уже от Ariflame. Из серии Секреты природы. У меня Бузиное яблоко. Вот из этой серии мне также нравятся шампуни и бальзамы от Ariflame. Сейчас у меня для нормальных волос шампунь и бальзам. Тоже очень довольна. Им... Они тоже недорогие, бюджетные. Их можно словить со скидкой. Также покупаю, когда они идут со скидкой. Очень довольна. Далее закончилась у меня пенка для умывания. Это из корейской косметики фирмы Mizon. Пенка для умывания с рисом. Нравится мне корейская косметика. Я уже неоднократно говорила. Эта пенка не исключение. Она очень долго... Я и пользовалась. Я и пользовалась с августа месяца. И закончилась она у меня... Ой... Вот где-то... В апреле, в мае. В мае где-то закончилась. Уже последнюю я вмылозала. Вот даже ее разрезала здесь. Классная. Очищает все до скрипа. Как и любая... Практически любая корейская штучка. Также продолжая тему корейской косметики. Закончилась у меня. Вот такая вот эссенция. Очень легкая. Водная эссенция. Здесь у нас было 15 мл. И помпочка. Тоже где-то месяц я и пользовалась. Под утренний дневной крем. То есть утром под дневной крем. Увлажняет лицо. Возможно на лето она бы подошла идеально в одном исполнении. То есть в одиночном исполнении. Как утренний крем. Было бы, я думаю, очень хорошо. Также из корейской косметики закончилась у меня пенка для умывания Black Sugar от Skin Food. Вся полностью закончилась. Получается она у меня была три месяца я ей пользовалась. Вот три месяца. Хорошо очищает, но мне не нравился запах. Запах какого-то мыла с лимонным намеком на лимон. Ну, закончилась и закончилась. Вряд ли буду повторять вот именно вот эту штуку. Далее. Моё разочарование. Ну, я не знаю, как это назвать разочарованием. Когда-то я покупала гель для антицеллюлитных гель. Попользовалась я им два раза и выяснилось, что у меня на него просто сильнейшая жутчайшая аллергия. Намазавшись вот получается от пояса до колен этим гелем и пройдя по ним по этому местам массажером у меня кожа вся воспалилась. Красная стала вот как будто бы или обожглась или еще что-то. Я думала, что это эффект от массажера. Но когда я намазалась второй раз и у меня крем попал немного вот на вот эти вот части и они тоже начали воспаляться и гореть. Я поняла, что это нифига не от массажера. Это именно крем и именно у меня на него аллергия. И поэтому у меня практически полная туба. Я не знаю, наверное, кому-нибудь отдам, у кого на него не будет такой реакции. Но я, конечно, им пользоваться не могу. К сожалению, возможно, напишите, если кто пробовал, была ли еще у кого-то такая реакция. Я не знаю, на какой компонент у меня аллергия. Вообще, я не аллергик, у меня очень редко на что может быть аллергия. Но вот конкретно на эту вещь аллергия получилась ужасной. Закончился крем для рук Райские острова, тайский цветок и манго. Нормальный крем для лета, обычный, ничего в нем выдающегося, запах приятный. Буду, хочу взять такой гель для душа и молочко для тела, потому что запах мне этот понравился. А так, крем, как крем, не особо меня вдохновил. Закончился один детский шампунь Натура Сибирика. Я уже говорила, что ребенку я покупаю органическую косметику, органическую косметику сайта Ахерб. И вот периодически еще Натура Сибирика ее мою. Тоже нравится. Волосы мягкие, шелковистые. пока ничего другое ей не требуется. Кислород питательный бальзам для рук и ногтей. Понравилась эта штука. Буду брать еще обязательно, особенно на зиму. Действительно питает и увлажняет. Не знаю, как с ногтями и кутикулой, но вот руки да. Далее для тела, для моих так сказать бедрышек у меня два продукта закончились. Это интенсивный ген для похудения от Orange Slim и китайский крем для похудения. Он здесь никак не называется. Здесь иероглиф. Заказывала его на Алиэкспресс. Ну я не знаю, что сказать про эти средства, кроме того, что они закончились. Потому что естественно ни с одним ни с другим я не похудела. Но ни один, ни другой я не делала под пленку. Я просто ими пользовалась утром и вечером после душа. Наносила, втирала в кожу. Поэтому ничего не случилось у меня. Для глаз у меня закончился триурол гель от темных кругов и отеков. Не знаю, как от темных кругов, но от отеков он действительно меня спасал. Вот эти вот шарики утром после сна это просто какое-то спасение. Мне так нравилось ими. И сам гель, он очень легкий, прозрачный, слегка охлаждающий. В общем, довольна я этой штукой. Я буду брать еще и еще, особенно если когда-нибудь они будут по какой-нибудь акции с какой-нибудь скидкой, я запасусь на долго, потому что мне действительно понравилось им пользоваться именно утром. И вот эти припухлости, отеки, мешки, он отлично убирает и очень приятно и очень довольна. закончился для глаз также коллаген, коллагеновый крем от Mizon. 10 мл здесь было. Ничего не могу сказать про этот крем, не заметила я никаких-то там сильно супер-пупер результатов. Крем как крем, он такой полупрозрачный, больше похож на гель. Нет, ничего не осталось, не покажу вам. Больше похож на гель, достаточно быстро впитывается и крем как крем закончился. Далее закончилась сыворотка для ресницы, активатор роста ресницы серии эксперт. Здесь уже все стерлось, но это вот серии эксперт сыворотка, которая вот с таким вот кончиком. Там еще какая-то капелька есть, чуть-чуть оставалось. Вот. Пользуюсь сейчас уже второй флакон. Очень я довольна. Она действительно укрепляет реснички. Реснички меньше выпадают, они растут длиннее, они становятся чернее. В общем, я довольна. Буду брать еще и еще классная штука. Попробуйте, кто еще не пробовал, но главное пользоваться им надо минимум месяца три-четыре без перерывов. Не ждать, что там за неделю, за две, или как даже написано за месяц у вас станут пушистые такие ресницы. Нет, нужно пользоваться им постоянно, не забывать, не лениться и не ждать очень быстрых результатов. Тогда я им пользуюсь с осени прошлого года и вот я довольна состоянием своих ресниц на данный момент. Кстати, к слову, так, далее опять-таки шампунь для ребенка. Это вот тот шампунь, который я заказываю с сайта iHerb. Я показывала в покупках, вот тот закончился. Тоже очень классный шампунь, вот он мне очень нравится. Здесь все одни натуральные ингредиенты, никаких СЛС, парабенов, ничего нет, ничего лишнего, все только натуральное. Глазки не щипет, пахнет очень-очень нежно и вкусненько. И очень долго он у меня расходуется достаточно экономно. Еще один не заметила я крем гель против целлюлита. Идет туда же, что и предыдущие. Что-то сказать про него мне нечего. Ничего у меня он не делает. Еще два средства для ребенка. Johnson's Baby шампунь и вот такое средство для купания младенцев. Скажу честно, эти два средства я использовала не по назначению, я использовала их для химических, для всяких бытовых нужд. Мытье ванн, мытье полов, мытье тряпок, окон и всего, что только можно мыть, кроме ребенка. Потому что составы мне здесь не понравились. Здесь СЛС, здесь тоже какие-то парабены и по-моему, тоже какой-то СЛС. В общем, недовольна я этими составами в мусорку и больше не покупать. последние три продукта укрепляющие маска обертывания для волос. Такая вот она у меня была, одна баночка, покупала по распродаже за 69 рублей. Честно сказать, кому-то она очень нравится, но на себе я не увидела какого-то вау-вау-эффекта и для такого объема, а объем здесь 150 мл, 69 рублей, это, я думаю, красная цена. Использовала ее и как маску, и как просто бальзам-поласкиватель. Да, волосы становятся гладкие, как после бальзама. Ну вот. Продукт, который был у меня в мартовской коробочке красоты, это крем основу под макияж, вот такая вот нанодерм. Здесь у нас было 50 мл, я использовала его как дневной крем. Радует состав и радует то, что крем после вскрытия гонен всего 3 месяца. Это говорит о его натуральном составе без использования там парабенов и консервантов, которые удлиняют жизнь кремов. Вот. Но не понравилась его долгая впитываемость. сначала наносишь, наносила его на лицо, и он чувствовалось как будто как маской ложился на лицо и долго впитывался. Но зато потом, когда впитается, он уже не оставляет о себе никаких следов после себя. с этой косметикой я не знакома была. Я не знаю ее до сих пор. Я не видела ее на прилавках в магазинах, поэтому буду ли я повторять или не буду, специально гоняться я за этим кремом не буду. Однозначно. А вот если вдруг попадется, ну не знаю. Не знаю. Допользовала и допользовала. И последнее. Это был крем для рук японский спа-маникюр от Organic Shop. В самом начале, когда я его купила, это было где-то год назад, он мне как-то не очень пошел. Он у меня стоял долгое время. А потом вот зимой как-то попробовала его, и он мне понравился. Возможно, год назад он как раз пришелся на весеннее-летнее время, и поэтому он не очень пошел. А вот в зимнее время он оказался очень даже хорош. Он и питал, и увлажнял кожу, и в общем, не знаю, как насчет крепкие, красивые ногти, но вот шелковистая кожа, да, действительно, после него была увлажненная кожа. И последнее, что хочу показать, вот здесь я сделала ой, как бы вам так показать? Господи, боже мой. Вот, видите? Ой, не видите. Ну вот, покраснение, это я нанесла антицеллюлитный крем. Здесь, конечно, плоховато видно, но вот я вижу, что вот кожа как бы, как после крапивы. Она пошла волдырями, волдырь такой, и покраснение. В общем, не буду пользоваться этим кремом. И сейчас очень чешется и зудит, очень противно. пойду ее скорее смою теплой водой с мылом. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, было интересно и полезно. Всех целую, всем пока и хорошего, отличного настроения.